В развитии общества существовали некоторые вехи, которые тоже знаменовали вообще профотбор. Наиболее интересным профотбором занимался еще Петр I, когда у него было испытание, что тот, кто вступал к нему на суду, должен был выпить около литра вина, перекреститься и прямо пройти. Он заложил основу профотбора, потому что это был, по сути дела, пакет методик, в которых он проверял состояние здоровья, веру и мы говорим о том, что многое значит качество персонала. Мы можем придумать все, что угодно, мы можем выстроить любую систему, мы можем выстроить самое стройное дерево ключевых показателей эффективности, но они не будут работать, потому что конечным звеном является человек. Если человек не хочет выполнять работу, но при этом хочет получать заплату, или он хочет выполнять ту часть функционала, которая ему нравится, а ту, которая не нравится, не хочет выполнять, то прежде всего это страдает компания. И по итогу мы говорим о том, что 99% собственников генеральных директоров недовольны своим персоналом. Но как так получается? По сути дела, они принимали их на работу, но почему-то недовольны. Если принимали на работу через собеседование, то все, что рассказывает кандидат на должность на собеседование, если это было правдой, то компания уже была бы впереди планеты всей. Но почему-то так не происходит. Продолжение следует...